Глава Чувашии подписал ряд законов. Одним из них вносятся изменения в Конституцию Чувашии. Поправки приводят в соответствие отдельное положение главного документа республики с российским законодательством. Пишется в пояснении. В частности, скорректирована статья 40 об образовании. Изменения в ней вызвали острую дискуссию в Чувашском парламенте. Прежде Конституция гарантировала бесплатное, среднее, полное, в скобках, общее образование. В новой редакции формулировка изменилась на основное, общее образование. Исчезло слово полное, что вызвало беспокойство у отдельных депутатов Госсовета республики. Некоторые усомнились, а не стоит ли за корректировкой права граждан лишь на бесплатное 9-летнее образование. Министр юстиции заверил депутатов, бесплатное общее образование на все 11 классов, а также на начальное и среднее профобразование сохраняется. Отдельные положения закона о выборе главы Чувашии также приведены в соответствии с российским законодательством. Закон Чувашия устанавливает, при выборах главы региона каждый кандидат будет представлять в Центральную избирательную комиссию три кандидатуры. В случае избрания одного из них главой, второй станет представителем Чувашия в Совете Федерации Госдумы России. Вместе с тем, глава Чувашия подписал закон о потребительской корзине в республике. Документом определяется ее состав и объем. В пояснении говорится, что для повышения качества питания увеличивается пищевая и биологическая ценность потребительской корзины. В новой корзине должен вырасти объем мяса и рыбы на душу населения в полтора раза, фруктов почти в два с половиной раза, молока более чем на 19%, а также овощей и яиц. При этом закладывается незначительное снижение потребления хлебных продуктов на 4,4%, картофеля на 12%, простительному маслу, маргарину и другим жирам на целых 20%. Ольга Григорьева, Республика.